Приятные мысли о полете на отдых иногда омрачаются размышлениями, как не забыть все необходимое, попытками упаковать багаж как можно компактнее, и мечтами о путешествии налегке. Но прежде, чем принять окончательное решение об отказе от чемодана, необходимо еще раз перечислить все преимущества, которые доступны авиапассажиру с багажом. Авиапутешественник, планирующий запихнуть весь свой скарб в ручную кладь, должен быть очень хорошо осведомлен о правилах перевозки вещей в салоне самолета. Размеры. Важно знать, с осени прошлого года установлены правила, действующие на всех российских рейсах. Они позволяют авиаперевозчику устанавливать не только вес клади, но также обозначать допустимые размеры проносимой в салон поклажей количество мест на один билет в зависимости от его тарифа и класса обслуживания. Ручная кладь должна соответствовать требованиям перевозки не только снаружи, но и внутри. Это значит, что сложить в дорожную сумку можно только предметы и вещества, включенные в список вещей, разрешенных к перевозке на борту авиалайнера. Жидкости. В ручной кладе по-прежнему можно проесть и один литр жидкости, упакованный по 100 мл. Если любимый бальзам для волос можно отлить в емкость нужного объема, с флаконом духов или пеной для бритья это сделать не получится. Колющие режущие предметы. Большинство жителей нашей страны являются транзитными пассажирами. Часто путешествие до аэропорта занимает не один день. Нож, необходимый для перекуса в поезде, становится настоящей помехой в аэропорту. Перевозка ножей возможна только в багажном отсеке самолета. Также в ручную кладь запрещается брать вязальные и швейные принадлежности, помогающие скоротать многим время. От маникюрного набора также придется отказаться. Даже после введения новых правил перевозки, разрешающих перевозчику лимитировать бесплатный багаж, многие крупные авиакомпании оставили возможность своим пассажирам провозить вещи бесплатно в грузовом отсеке самолета. Семь привычных вещей, которые не стоит делать в самолет и правила действуют в отношении тех чемоданов и баулов, которые не превышают параметры по весу и размерам, указанных авиакомпанией. Если при регистрации взвешивание показывает количество КГ сверх отведенной нормы, то пассажир будет вынужден произвести необходимую доплату в кассе аэропорта. В проездном документе указывается количество разрешенных к бесплатному провозу мест. Если это одно место, то ставится отметка 1 РС, если 2, то 2 РС. Пассажир, не имеющий багажа, может приобрести билет, в стоимость которого не включается оплата за багажную услугу. В этом случае появится отметка, указывающая на невозможность провоза багажа 0 РС. Безбагажные билеты имеют преимущество в цене, но они не подлежат возврату или обмену на другую дату. Количество бесплатно провозимых килограммов зависит от тарифного плана и класса обслуживания билета. Пассажиры, летящие в бизнес-классе, всегда получают больше возможностей для получения данной услуги. 10 грязных вещей в самолеты, которые не стоит часто трогать руками. Это хорошо видно на наглядном примере. Российские и зарубежные авиакомпании, такие как Аэрофлот, Россия, Ютеер, Россия, Сибирь С-7, Россия, Эл-Ал, Израиль, Финейр, Финляндия, Бритиш Эйруэйс, Великобритания, и другие крупные перевозчики, пассажирам эконом-класса утвердили 23 килограмма, уложенных в одно багажное место. Бизнес-классу разрешили к провозу двух мест на один билет, каждая из которых может составлять 32 килограмма. Покупая билет, важно понимать, что чем ниже его цена, тем меньше бесплатных возможностей у пассажира. На бюджетных авиарейсах норма провоза может быть снижена, а может и вовсе отсутствовать. В этом случае пассажиру придется оплачивать каждый килограмм своего багажа. Узнать точно, сколько стоит доплата за багаж в аэропорту, можно при оформлении билета на интернет-сайте или у представителя авиаперевозчика. Такая политика используется компаниями, работающими по бюджетному тарифному плану. Например, авиакомпания «Победа. Россия» разрешает провоз бесплатного багажа в случае, если его вес не превышает отметки 10 килограмм. И Рассия, Малайзия, для бизнес-пассажиров снижает допустимую отметку до 7 килограмм, а стоимость багажа при авиаперелете эконом-класса назначает платный. Пегасис Турция, не имеет услуги по бесплатной транспортировке, но предлагает различные пакеты скидок и гибких цен для снижения платы за провозимые в багажном отсеке вещи. Районер, Ирландия, отказывается провозить багаж бесплатно. При этом оплата услуги зависит от множества часто меняющихся факторов. Плюс ко всему пассажиры, решившие оплатить услугу непосредственно перед рейсом в аэропорту, потратят значительно большую сумму, чем те, кто произвел оплату онлайн. Недопонимание и невнимательность пассажира могут привести к незапланированным и неоправданным тратам. После оплаты всех опций, необходимых пассажиру, но включенных авиаперевозчиком, бюджетная цена билета, возможно, окажется неоправданно завышенной. Сиануквиль, Камбоджа, что посмотреть и сколько стоит отдых оформление вещей в багаж происходит на стойке регистрации, где сотрудники аэропорта производят взвешивание. К каждой вещи, соответствующей норме провоза, прикрепляется специальный ярлык с информацией о рейсе и компании, содержащейся в штрих-коде. В случае задержки багажа или его пропажи, он будет использоваться для идентификации разыскиваемой вещи. Пассажир получает на руки по отрывному купону за каждое сданное багажное место. Эти купоны важно сохранить до момента получения багажа. В пункте конечного назначения сотрудники аэропорта могут попросить предъявить купоны пассажиров, получивших свои вещи. Это делается, чтобы удостовериться в том, что каждый путешественник уносит из аэропорта только свои чемоданы. В случае необходимости, пассажир может обратиться с просьбой снабдить оформляемый багаж наклейкой «Хрупкий». Она послужит сигналом для сотрудников, осуществляющих погрузку, быть предельно аккуратными. Однако, на практике такая мера не является гарантией того, что сданный в регистрируемый багаж ценный груз не пострадает и вернется к владельцу в надлежащем состоянии. За сумки и чемоданы, по своей тяжести превышающие разрешенный лимит, производится оплата багажа в аэропорту. Сотрудник оформляет квитанцию, которую можно оплатить в кассе. После оформления платежа и предъявления оплаченной квитанции представителю авиакомпании, оформленный багаж будет отправлен на погрузку. Пассажиры имеют возможность объединить по весу чемоданы, один из которых весит меньше нормы, а другой ее превышает. Эта услуга подходит не только родственникам. Ее могут осуществить путешественники, в проездных документах которых совпадают пункты вылета, назначения, рейсы выполняющий его перевозчик. Суммарный вес в этой ситуации увеличивается. Багаж не может превышать по своей тяжести 50-килограммового веса. Для погрузки вещей используется ручной труд. Поэтому существует ограничение веса, работа с которым не наносит ущерб здоровью грузчика. Альтернативным решением может стать оформление багажа как негабаритного груза. Необходимо помнить, данная процедура производится заранее и только по предварительной договоренности с представителями компании, осуществляющей рейс. Каждый перевозчик устанавливает внутренние правила, в рамках которых осуществляются подобные услуги. Бывают ситуации, в которых перевозятся «нестандартные» предметы. Спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, детские коляски и другие предметы, своими размерами выходящие за указанные габариты, принято считать негабаритным багажом. Каждая компания самостоятельно устанавливает правила перевозки таких грузов. Условия можно узнать при бронировании билета. Если какая-то информация оставляет вопросы, необходимо прояснять их заблаговременно у официальных представителей авиаперевозчика. По правилам перевозчиков, осуществляющих регулярные рейсы, некоторые предметы из данной категории включены в список бесплатно перевозимого багажа при условии попадания в установленную весовую норму. Стоит отслеживать предлагаемые акции. Такие предложения направлены, например, на сезонные виды спорта. Компания оговаривает сроки, во время которых действуют скидки для пассажиров, имеющих сноуборд, лыжи или предметы дайвинга. Также существует практика провоза негабаритных предметов в салоне. Условия такой транспортировки полностью зависят от внутренних правил. Одна компания предоставляет подобную услугу бесплатно, другая требует выкупить дополнительное место. В любом случае, вес перевозимого в салоне груза не должен превышать по тяжести 75 кг. Самый экономный способ перелета – не допускать перевес нормы, допустимый к бесплатному провозу. К сожалению, реальность не всегда позволяет воспользоваться этим методом. Отправляясь в путешествие пассажир, должен отчетливо представлять общую тяжесть багажа. Необходимо обращать особое внимание на вес и вместимость используемого багажного места. Имеет смысл заменить чемодан с тяжеловесной модели на более легкую. Благодаря облегченной упаковке реально выиграть 2-3 кг. Важно обращать внимание и на количество багажных мест. Также важно знать, что значит платный багаж в авиабилюте. Пассажир, имеющий право провоза одного места, но уложивший допустимое количество в две сумки, будет вынужден оплатить перевес за каждый кг одной из сдаваемых сумок. Имея право на два багажных места, необходимо понимать, что если одна из сумок весит меньше положенной нормы, это не дает права на превышение лимита второму чемодану. Используя бюджетные авиалинии без предоставления бесплатных услуг провоза багажа, целесообразно при заказе билетов оформить платное багажное место. Такая покупка оказывается более экономичным решением, чем оплата по КГ. Этот же совет оказывается действенным, если авиаперевозчик оказывает услугу, но при этом ограничивает тяжесть груза 5-10 кг допустимыми к транспортировке. Оформление еще одного платного багажного места поможет избежать незапланированных трат. Важно знать, оплата за багаж, произведенная в аэропорту, обойдется дороже, чем платеж, сделанный онлайн. Пассажиры, систематически использующие одного перевозчика, часто получают высокий статус по сравнению с другими пассажирами. Поэтому есть смысл всегда присоединяться к программам поощрения часто летающих пассажиров, которые имеются практически у всех авиакомпаний. Благодаря наличию более высокого уровня участника программы, кроме прочих льгот и привилегий, появляется возможность провоза дополнительного бесплатного багажного места. Кроме того, в случае небольшого перевеса к обладателям карт участника таких программ сотрудники авиаперевозика относятся с большей лояльностью. Необходимо уточнять подобную информацию у представителей компании. Цель поездки, финансовые возможности и представление об идеальном перелете у каждого путешественника могут быть абсолютно разными. Но чтобы все затраты и ожидания оказались оправданными, необходимо собираться в дорогу с учетом правил выбранной авиакомпании. Субтитры создавал DimaTorzok